В муниципалитетах республики продолжают подводить итоги социально-экономического развития. Встречи в расширенном составе помогают определить сильные стороны и проблемы, которые необходимо решать. Ключевая задача – повышение качества жизни граждан. Перед Михаилом Игнатьевым уже отчитались руководители Красночитайского, Комсомольского и Красноармейского районов. Подробности у Дмитрия Ковалева. Контракт с Александром Кузнецовым депутаты муниципалитета заключили две недели назад. Кресло главы администрации занял опытный управленец. На протяжении 15 лет он руководил крупным селом Атнары. И вот теперь новый фронт работ. Михаил Игнатьев отметил, что сейчас район занимает лидирующие места по многим показателям. Но необходимо двигаться вперед. В связи с тем, что район сельскохозяйственный, производство мяса с увеличением к уровню 2017-2016 года, в прошлом году рост составляет 8,4%. Касаясь бюджета, вы по собственным доходам на душу населения среди 21 сельскохозяйственного района находитесь на втором месте. Я хочу обозначить положительную динамику по обороту розничной торговли, по обороту общественного питания. Немалую долю доходов в бюджете муниципалитета формируют инвесторы. Новые проекты будут реализованы и в этом году. В Красноармейском планируют начать производить сладости и открыть завод по переработке молока. Глава администрации считает, что у района есть резервы в плане снижения расходов. Эта мера может принести многомиллионную прибавку в казну. Задачи на 2018 год. Снижение неформальной занятости, легализации серой заработной платы. Снижение недоимки по местным налогам и сборам. Общую картину в районе портят долги в сфере ЖКХ. Они должны быть ликвидированы в сжатые сроки. Донором для экономики муниципалитета выступает республиканский Минфин. Размер безвозмездных поступлений из регионального бюджета будет увеличен. Чувашию поддержит и федеральный центр. В ближайшее время поступит более 20 миллиардов рублей на строительство дорог, развитие медицины и создание ясельных мест в детских садах. Это говорит о том, что доверие президента к республике огромное. Это мы умеем оценивать. До конца этого года большинству муниципалитетов необходимо реализовать 14 приоритетных программ. Власти Комсомольского района делают ставку на агропромышленный комплекс. За последнее время в этой сфере создали десятки рабочих мест. Недавно на одном из заводов начали производить натуральные соки. Их качество оценил и Михаил Игнатьев. С экологически чистой земли произведенные наши виды сельхозяйственной продукции дают возможность сегодня развиваться. 15 миллионов предприниматель сказал, вложил в средства. Объем продукции, произведенной хозяйствами района, превысил 2 миллиона рублей. Из года в год в аграрном секторе района заметно повышается среднемесячная заработная плата работников, которая на 1 января 2018 года составила 17 816 рублей. За последние годы в районе существенно сократился уровень безработицы. Еще одна сильная сторона муниципалитета – хорошая динамика по воду жилья. Нет застоя, раз жилье настроиться, люди закладывают себе хорошую перспективу. Красночитайский район в этом году может стать абсолютным лидером по реализации проектов развития общественной инфраструктуры. На конкурсный отбор уже представлено 17 инициатив. В муниципалитете борются эффективно с теневой занятостью. Доля налога на доходы физлиц увеличилась более чем на 5%. В ближайшие дни в районе откроется новый дом культуры. Его строительство велось с большим отставанием от графика. Сейчас решаются вопросы газификации. Первые концерты намечены на следующую неделю, а 18 марта здесь будет работать избирательный участок. Дмитрий Ковалев, Денис Ноздрюхин и Игорь Ульянов. Республика.